Ну что, давайте начнем. Так, всем доброго дня. У нас сегодня с вами тема, посвященная умным слоям, или в англоязычной версии Photoshop называется Smart Object. В русскоязычной версии Photoshop и привели как-то напополам это все. Smart Object их оставили приведенными. Но я бы все-таки сослался, что все-таки это либо переводить полностью, либо не переводить вообще. Либо это Smart Object, либо это умный объект или умный слой. Сегодня мы разберемся, что это такое и проговорим об основных преимуществах. И вообще, в принципе, о преимуществах данных слоев. И, конечно же, попробуем немножечко добавить дегтя, как говорится. Проговорим и в чем его проблема. Ну, я думаю, что это не большая проблема, но имеет место быть. Итак, если мы говорим об умных слоях. Умные слои можно получить с помощью конвертации. Да, это всегда одно и то же действие. Но оно может приведено быть к разной структуре файлов. Соответственно, мы можем получить разные образы и разные содержания умных слоев. Начнем с самого простого. Вот у меня приведено два слоя. Один из этих слоев я превращу в умный слой. То есть, через правую мышу на слоях. В слоях в большом списке у нас есть команда convert to smart object. Преобразовать в smart объект, в русскоязычной версии. Именно так приведено. Или преобразовать в умный объект. Умный слой. Когда я делаю данные действия, я вижу, что возле этого слоя появляется маленький значочек. Внизу справа. Маленький при маленьком значочке. Говорящий то, что он является умным объектом. Соответственно, на умном объекте уже запрещено производить различные виды рисования. Как я обычно говорю. Если мы направляем курсор мыши в виде кисточки на наш документ. Я вижу, что мне запрещено этим пользоваться инструментом. Ровно так же, как градиентом и прочее. То есть, изменение пикселя здесь невозможно. Но не всегда это может остановить желающих кликнуть. Поэтому, если мы кликаем, обычно возникает вопрос некий. Дальше срабатывает инерция. Если вопрос задали, значит окей. На всякий случай напоминаю, что никаких окей. Потому что в данном случае он говорит, что слой будет растрирован. Внутреннее содержимое будет как изображение уничтожено. У нас останется только картинка, на которую вы можете дальше порисовать. Но смысл от этого уже не будет никакого. Содержимое погибло. Итак, что нам дает то, что мы сейчас используем умный слой. Попробуем с самого простого. С трансформацией. Что мы знаем о трансформации? Если мы при трансформации уменьшаем картинку, а потом ее увеличиваем. Ничего хорошего, мы это не приводим. Множественная трансформация к картинкам не применима. Вот, например, я трансформирую умный слой, говорю, мне нужен поскромней. Например, вот такого размера. И такого же размера сделаю слой обыкновенный. Потом что-нибудь случается, я передумал, хочу трансформировать все это обратно. Нажимаю трансформация, увеличиваю и вижу, что у меня происходит. Происходит то, что при увеличении картинки лучше от этого не становятся. И, соответственно, изображение мое сильно страдает. Потому что первым действием произошел пересчет на уменьшение. Вторым действием идет пересчет на увеличение. Что происходит с умным слойом? Когда я нажимаю Ctrl-T, во-первых, я вижу, что он даже помнит масштабность, в которую я его поставил. Второе, если я буду увеличивать, я вижу, что это никак не повлияло на само изображение. Дело в том, что умный слой является не пик проекции. То есть его содержимое, которое находится внутри него, никаким образом не страдает. То есть это аналог некой оболочки, которая проецирует все, что находится внутри. И при трансформации мы трансформируем оболочку. При этом не изменяя само внутреннее содержание, внутреннюю структуру документа. И качество, получается, у нас не имеет потерь. Следующий момент. Я делаю постер. У меня есть такой постер, посвященный какому-нибудь пати. Так, вот, 20-е число, все прекрасно. Вот, мне нужно показать заказчику или для себя посмотреть, как это постер смотрится, ну, где-нибудь на улице или нет. У меня есть несколько уличных фотографий, например. Вот здесь я хочу посмотреть это все дело. Что получается? Я вижу, что мое изображение сейчас идет очень-очень-очень многослойное. И, в конце концов, либо я должен как-то все это забрать, да, либо сделать из этого одну картинку JPEG, потом разместить и так далее. В принципе, мне это не обязательно. Особенно, если мы говорим о каком-то коллажировании, то можно поступать некими блоками. Я могу взять и все, что у меня сейчас здесь есть, выделить и сказать, что это один единственный умный объект. Нажав правую клэш мыши, я говорю, что это у меня умный объект. Конвертус Марк Обжи. Прошла конвертация, вот он есть. Это один единственный слой. И я этот слой заберу. Забираю на постер. Да, он сейчас разместится в полном размере. Достаточно крупненький. Ну, ничего страшного, да? А данную картинку, которую у меня вот здесь я конвертировал, я вообще закрою, скажу, мне хватит именно. Не буду смотреть. Нажимаю трансформацию, уменьшаю изображение до необходимого формата. Естественно, тут много выходящего за пределы. Это учитывая то, что в макете в моем все слои были достаточно большие и действительно могли не помещаться в пределы документа. Ну, это все решаемо, потому что те же самые маски никто не запрещал. То есть я могу использовать маску в слое и, в общем-то, все будет хорошо. Сейчас даже вопрос не об этом. Не о самих масках, то, что я могу создать, а о том, что у меня получается. Я смело так закрыл постер, а возможно я его даже не сохранял. А я и не сохранял. Я его закрыл, не сохраняю. Что получается? Я остался вот с этим слоем. Но, как бы, ничего плохого в этом не случилось, учитывая то, что из чего слой состоит, да, вот там всякие надписи и прочее, если мне нужно что-то будет переделать, они все равно находятся внутри этого слоя. Так как он у нас умный, вот у нас значочек есть, я могу двойным кликом по непосредственно иконочке этого слоя зайти внутрь его, вот он, где я вижу полностью содержание в слоях, как оно и было, да, без изменений. У меня файл открылся как соседний, да, буквально рядом стоящий, вкладочкой, вот он. Называется он ClubLogo, но в данном случае приставочку расширения имеет PSB. PSB-приставка говорит о том, что этот файл является частью какого-то другого. Это в одном случае. В втором случае это может быть файл, который больше 30 тысяч пикселей по ширине или по высоте. Ну, в данном случае этот файл точно не больше такого значения. Соответственно, получается, что этот файл является вложением какого-то другого, да, то есть он откуда-то взят. Соответственно, моя задача, даже на текущий момент я могу здесь же произвести вот эту маскировку и прочее, да, группировку, маскировку, что избавится от лишних пустот, элементарно, да, и потом закрыть этот документ, ну, вот облачка же мне здесь смешались, они вот вон они сколько, да, везде тут, вот, это же не очень хороший постер, хотя как эффект интересно будет, да, здесь постер облака лету, вот, на этом. Соответственно, дальше, что я делаю тогда? Ну, пусть будет у меня одна единая группа, я сгруппирую, напишу, это постер, постер, и произведу маскировку ненужной части, да, ставлю то, что мне необходимо. Ну, вот, в принципе, я думаю, что по этим направляющим меня вполне это устроит. Нажимаем маску слоя, у меня получается результат, пустоты можно срезать, ImageStream, я говорю, меня интересуют прозрачные пиксели со всех сторон, удаляю прозрачные пиксели со всех сторон, оставляю только сам постер, все. Естественно, внутри у меня все осталось как есть, закрываю документ, и на вопрос сохранить ли, я, конечно, сохраняю. Дело в том, что сейчас этот документ открыт как временный файл, и если я его закрою, не сохраняя, эти изменения никак не принимаются, да. Во-вторых, когда я сохраняю этот документ, он у меня повременно удаляется, и снова помещается обратно именно в слой. Я говорю, сохранить, закрыть, происходит сохранение. Все. Никаких облачков уже нет, все подкорректировано, я знаю, что внутри все содержится, как и было, да, вся структура остается. Почему мы говорим, почему я сказал на первом этапе еще, да, что рисовать нельзя, даже если очень захочется. Дело в том, что как только я кликну, он скажет, что нужно это все растрировать, превратить в обыкновенную картинку, соответственно, внутреннее содержимое, которое было доступно, теперь будет недоступным. А это недопустимо, потому что я тогда все потеряю. Ну и дальше, соответственно, трансформируем. То есть ставлю по нужным критериям, нажимаю Ctrl-T, уменьшил до необходимого размера, а потом разместил так, как это мне необходимо. Подтверждаю действие, ну, режим наложения, например, какой-нибудь, и вот у меня уже результат. Апостер появился. Но я, может, хотел бы постер еще и в другом месте разместить. Например, у меня есть вот такой вот образ, и я хочу его полукруглым тут как-то показать. Забираю то, что есть. Вот он. Скопирую теперь сюда. Скопировал. Режим наложения пока ставлю нормальный. Вижу, что как-то он у меня кривоватый сейчас здесь. Но, включив трансформацию, обратите внимание на его рамку трансформации. Он помнит, как увидит постер изначально. То есть, если бы я трансформировал обыкновенный слой, да, после данной операции. Ну вот, например, вот у нас обыкновенный слой есть. Страшненький. Давайте верну его в приятное состояние. Вот он. Если я трансформирую данный слой, покажу, что он, да, у меня отображается в перспективе, возможно, какой-то. Подтверждая трансформацию, то повторный Ctrl-T, естественно, приводит к тому, что рамка, габаритная рамка трансформации, уже становится не по форме самого слоя, да, а по форме именно прямоугольной. А это уже все, да. То есть, как мне теперь выправлять все дело? Я же замучусь сейчас. Все правильно. Вот. Соответственно, а здесь мы с вами видим, что рамка сохранилась. И даже если я применю какие-то другие критерии трансформации, то я все равно смогу все вернуть в прежнее состояние. Я подкорректирую форму. Скажу, что она мне нужна поскромнее. Размещу центром трансформации там, где это необходимо. Естественно, сейчас возможно какие-то визуальные искажения из-за элементарной интерактивности. Да, потому что я включил трансформацию и трансформация предусматривает именно для легкости отображения интерактивный режим. То есть, пересчет картинки полностью дисконально не осуществляется. Очень часто просто людей пугает то, что картинка либо размывается, либо вот начинает как-то искажаться и думают, что все, приехали. Да, приклыли к хроничным результатам. Нет, здесь абсолютно интерактивно. Должны понимать, что в этом документе сейчас сидит очень много информации. Этот умный слой содержит все 9 постов формата. А3 или какой-то ангел. Дальше я включаю варп какой-нибудь. У меня получается классическая сеточка. Я применю искажения дополнительные. Вижу, что еще и размылось все у меня тут. Разъехалось. Делаю сдвиги. Здесь сдвину. Давайте так. Что же должно быть? Постараюсь отобразить максимально подобно. Почему я поставил таким образом? Потому что центр между вот этой и вот этой частью находится смещенном. И мы должны это визуализировать в таком виде. То есть с левой стороны более плотно сжат. С правой стороны менее. Плюс небольшой изгиб. Сюда. Сюда. Может быть по высоте потом поменять немножечко. Можно сдвинуть всю центровочку. Ну это уже дело техники. Получил результат. По высоте поменяю. Чтобы вот так не тянуло слишком сильно. Получил результат. Возможно какие-то режимы наложения элементарно. Там пусть будет у меня мультиплайт, чтобы просвечивалось все. Для яркости я сделаю копию и будет какой-нибудь тирал. Или софт лав. У меня получается такой вот постер. Висит он себе и висит. И если вдруг я передумал с трансформацией. Ведь это же не конец. И я всегда могу. Ну естественно один из слоев тогда придется удалить. Я могу применить трансформацию. Если я выберу в варп. То даже в варп помнит формулу деформации, которую я задал. То есть не только габаритный контейнер. А именно в варпом вы можете все это подкорректировать, разместить. И в конце концов сказать, что хватит этого безобразия. Надо вернуть все как было. Без трансформации вообще. То есть он говорит, что возвращаем как было. И в значении масштабирования и прочего. Я могу также вернуть и пропорциональности. И наклоны. И прочее. То есть по цифрам все абсолютно возвращается. Никаких проблем с этим нет. У умных слоев есть еще один интересный момент. Я вот делал копию. И Ctrl J, стандартная команда. Применил Softlight поверх. У меня получился образ. Вроде как все хорошо. Но я вижу, что ошибка и возможно дату мне надо убрать. У меня два слоя. По каждому слою ходить не надо. Я захожу в один из слоев. Указываю. Да, вот он. Я говорю, надо подчеркнуть его. Закрываю документ. Сохраняю. И что я получаю в конце концов. Я вижу, что дата ушла. С обоих слоев. Дело в том, что стандартная копия. Если через команду Ctrl J предусматривает. Что это получается связанная копия умных слоев. То есть, если я меняю у одного, меняется у другого тоже. А это может помочь мне в чем? Я делаю даже вопрос не в коллажировании, наверное. А разрабатываю какие-то элементы дизайна, которые повторяются на разных страничках. Будь это буклет, будь это каталог, будь это веб-сайт и прочее. И если я меняю в одном месте, то у меня это меняется везде. А когда мы говорим о том же самом сайтостроении, у меня же много может быть страничек, визитки те же самые. Для мобильных устройств. Вот повторяющиеся элементы в огромном количестве. И получается, что у меня все связано между собой. И все происходит. Если же мы хотим, чтобы у нас создалась копия, которая была бы не связана. Допустим, мне нужно менять внутреннее содержимое. И у меня может быть будет меняться картинка и дата регулярно. Остальное будет оставаться. Тогда я должен сделать копию на основе существующего слоя. В данном случае правой клавишей мыши на умном слое есть команда как new smart object via copy. Так сказать, создание нового умного объекта на основе копии. Итак, это у нас второй плюсик. Теперь плюсик еще один. Я решил подкорректировать цветовую гамму. И, допустим, я не хочу создавать корректирующих слоев. Я хочу воздействовать напрямую на слой. Вот как многие, может быть, к этому привыкли. Хоть это не совсем хорошо. Но напрямую действие это image adjustment. Все мы знаем такие команды. Им изображение коррекция. И к чему она приводит? Она приводит к тому, что когда мы работаем на изображении напрямую. Ну вот у меня слой, он обыкновенный. Если я применяю команду adjustment, допустим, hue saturation. Говорю, что я в красненьком хочу подкорректировать, допустим, немножечко баланс цвета. Окей. То получается, я испортил картинку как есть. И возврат возможен только control-z. И возврат вчера невозможен вообще. Это уже нехорошо. Что получается, если я вдруг захочу подкорректировать именно здесь? Ну, допустим... Я же адаптирую, и мне нужно провести адаптацию на внешней среде. Для того, чтобы дать какой-то оттеночек более реальный. Я хочу добавить немножечко желтенького, чтобы было такое вроде как... Вроде и прохладненько, но и в то же время теплых оттеночков. Я применяю команду напрямую. Image, adjustment и скажу, что вот color bias. Средние тональности добавлю желтенького. И давайте в цветах немножечко еще. В цветах тоже желтенький. Все. Подкорректировал. Нажимаю ok. И что у меня происходит тогда в этом случае? Я вижу, что под моим слоем появляется указание, что это некий умный фильтр. И самое главное, что он запомнил, какие коррекции я производил, с помощью чего я производил коррекцию этого слоя. То есть я могу включить, выключить, как говорится, зайти снова в настройки двойным кликом, сказать, что color balance я хочу поправить и так далее. То есть можно сказать, что это аналог команды, которую я бы применил через корректирующие слои. Но корректирующий слой это отдельно стоящий слой. А здесь получается, что color balance, как каковой баланс цвет, привязан непосредственно к этому слою. Я могу применить несколько, да, то есть никто не запрещает мне сказать, что это еще и кривые тоже здесь должны участвовать, чтобы показать небольшое затемнение, возможно повышение контрастика, чтобы он был более такой яркий какой-нибудь, да, окей. Ну, он дополняет, вот они кривые и прочее, прочее, прочее. В любое время я захотел там отказаться от данного действия, да, взял, удалил, выключил на время и так далее. Помимо этого, у нас есть еще рычажки вот такие, да, которые позволяют еще и контролировать такие вещи, как прозрачность и режимы наложения. То есть, если бы я использовал корректирующий слой, например, там, кривые какие-нибудь, да, я напоминаю, что режим наложения никто не отменял, даже для кривых, да, например, скажу, что мне отсутствует осветление, там, или, может быть, контраст оверлоги какой-то, да. И еще после этого немножечко прозрачности обыграть и поработать с кривыми. То есть, в данном случае кривые работают на основе вывода контраста в режиме URLE и прочее. Это же можно позволить себе сделать и через умные слои. Где правой клавишей я открываю целое меню и могу сказать, что я хочу подкорректировать параметры прозрачности, blending options, прозрачности и перехода. Соответственно, здесь и режим наложения, и прозрачность, все есть. То есть, как бы, даже применение команды, которую мы как-то на второй части разбираем, например, то же самое black and white, да. Black and white – это обесцветить, а если мне нужно обесцветить не полностью, я могу сказать, зайти в настройки, сказать, что я хочу поменять немножечко прозрачность, чтобы чуть-чуть цвета навернуть, да, то есть, у меня такой эффект выцветания. Происходит? Ну, окей. Все, да, настройка сделана. Ну, кстати, если обратили внимание, да, он пишет здесь Smart Filters. Дело в том, что все, что назначается на умный слой, а я назначал же умную корректировку, по сути, да, Smart Jack, ну, как-то они решили не от облации не разделять такие вещи, предусматривается, что я также могу применять на умный слой и фильтры. Например, я не хочу сейчас применять фильтр на данный умный слой, я хочу немножечко применить фильтр на другой. Например, вот на основной. Этот основной слой имеет небольшую глубину резкости, и я бы хотел больше, скажем так, уделить внимание переднему постеру и более объемно, скажем так, размыть задник. У нас какие варианты? Либо я делаю отдельную копию слоя, размываю, маскирую, получаю результат, либо я говорю, что background, который здесь есть, это умный слой. Нажав правую флешку, я говорю, конвертировать, преобразовать в смарт-объект, преобразовать в умный слой. Вот он у меня получился. Применяю фильтр. Обращаю внимание, что фильтры практически все доступны, за исключением нескольких, а точнее два недоступных фильтра. Это Vanish and Point, он на программном уровне не способен отрабатывать данные. И в размытии есть понятие размытия линзовое, которое требует обязательного математического расчета размытия, и он тоже это себе позволить не может. Зато все остальные фильтры без проблем работают, и я бы, допустим, хотел сейчас использовать какой-нибудь, на кубоке у меня, нерезблёт, да? Походу, нерезблёт, размытие. Вот оно, это размытие. Я могу контролировать, где это размытие будет, как оно будет выглядеть. Здесь же у меня это размытие имеет возможность указать, как я хочу размывать, под каким углом. Что-то через стену. Естественно, контролирую плавность перехода в размети. Так что у меня большинство целое осталось. Вот. Размой я побольше, чтобы уже совсем не сомневался. Размыл. Окей. Меня это устраивает. Размытие произошло. Я вижу, вот здесь меня устроит вот это размытие, а вот здесь такое же размытие не устраивает. Я хотел бы, чтобы оно было размытое, но не настолько сильно, как оно получилось. Что я в этом случае делаю? Я вижу, что у меня здесь есть вот такое вот вещь. В данном случае это маска. И это маска фильтра. То есть я могу корректировать активность фильтра в том или ином месте. И если я хочу здесь понизить значение размытия, то мне надо просто помазать, поработать каким-нибудь инструментом, который позволяет работать с цветами. Черный и белый. То есть если я мажу черным, у меня размытие скрывается. Если я мажу белым, я его открываю. А если я проведу градиент, то у меня будет плавный переход. То есть я беру градиент, беру, да, меня он встраивает линейный, обыкновенный черно-белый градиент, где черный скрывает, белый открывает. Чтобы не получилось полностью вот здесь значение такой неразмытости, я начну чуть подальше. То есть у меня получается черный здесь, белый будет где-то здесь. И у меня происходит размытие плавненько. Соответственно маску можно, если что, корректировать, переделывать. Здесь никто это не отменял. Вот так выглядит у меня маска. Если что, я ее подвину. Могу либо так двигать, либо вот. Видно, да, как она влияет здесь. Больше, меньше. И таким образом я корректирую, где, как нужно производить это размытие. Ну, лучше всего, конечно, в маске лишний раз с градиентом это отработать. То есть если не понравился, я беру градиент и еще разочек пройдусь подальше. До сюда. Размыто было побольше. И самое главное, если мне кажется, что размытие в каких-то местах слишком сильное, то, опять же, никто не запрещал зайти в App Store Gallery и, в общем-то, изменить свои желания. Да, сказать, что у меня может быть размытие другое. Вот, может быть, так как я использую продвинутую систему размытия Filter Gallery, она позволяет контролировать не только, насколько это размывается, а работать с эффектом боке, то есть, насколько там будет где-то засвечиваться, да, какие оттенки будут появляться, в каких случаях боке срабатывает и так далее. Я могу свободно это все здесь подкорректировать и визуализировать, чтобы получиться более натуральненько, естественно. Окей. Зашел, поменял, изменил, вернулся. И это все остается тот же самый, как говорится, образ. То есть вот еще один наш пыльгус в работе. Ну, а если все-таки говорить о минусах. Да, то есть вот сколько мы уже проговорили. Получается, я могу работать с фильтрами, я могу трансформировать в букине содержимое, не искажается. То есть все прекрасно, вроде бы, да, какие изъяны у данного способа работы. Ну, знаете как, мне кажется, Adobe уже это не ставит в минус, потому что сейчас никто уже этим не занимается подсчетом. Гигабайтам больше, гигабайтам меньше уже не так критично, как говорится, на текущий момент. И здесь мы делаем общее заключение, что, в общем-то, файлик, который я получаю на текущий момент, может быть по размерам, по мегабайтам действительно очень-очень большой. Потому что данный слой, вот на текущий момент он фиксирует сейчас документальный размер 12 мегабайт в обработке, но я думаю, что это не предел, учитывая то, что сам постер внутри получается 328 мегабайт. 328 мегабайт, полноразменный. Вот, я думаю, что файлик формата PSD получится тоже достаточно объемный. Ну, тут уже вопрос, да, хотите вы иметь в одном файле сохраненность всех документов, либо вам придется все в отдельности держать, склеивать, как говорится, переносить и так далее. То есть вопрос производительности, насколько быстро вы хотите работать с этим документом. все в доступе или все в отдельности. Есть ли какие-нибудь вопросики, связанные с обманой тематикой? Ну, или может быть какие-то у вас муки пела, хочется спросить. Умный слоел, да. Умный слоел, да. То есть в макапе сама картинка, которая ставится в этом макапе, слишком маленькая? Ну, естественно, да. Это там сильнее. То есть, например, ну, макап, да, расстроен там, шанс, еще что-то. Там очень часто размеры, ну, А4 или какие-то американские. Ну, это может зайти в умный слой и поменять его критерий на любой и абсолютный. То есть, а как будут применяться эффекты, если это не скоро, они сами получили? Эффекты, смотря какие. Насколько я помню, да, я понял. Насколько я помню, они не подлежат искажению. То есть, они остаются в том же значении. Придется тогда их переназначать. То есть, если вы картинку уменьшаете в два раза, тогда нужно зайти в эффект и сказать, что он в два раза меньше. Да, но учитывая то, что он хоть запоминает эффекты, то есть уже проще. Потому что если бы он был с примененным или с нарисованным эффектом, например, у меня есть тенюшечка, которая изначально просто тут нарисована и все. Вот с этим сложнее. Либо ее там сформировать одинаково, либо как бы получается, что уровень растушевки уже менять не будете и не получится. Придется ее как-то перерисовывать, перерастушевывать сама. Но все равно дорабатывать в любом случае. А так, если под печать, там подгоняем. Да, ухватить все. Нормально. Так, что у меня. Михаил, вот смотрите, получается ситуация какая. Я взял постер, который идет в формат достаточно крупненького, и использовал его на обыкновенной картинке, которую я в интернете нашел. Когда маленькая, там 600 было пикселей, и уменьшил. Но внутри сидит полноценная, от третьего формата готовая печать. То есть, если мы говорим вот в таком плане, то это никак не влияет на содержимое. Если вы зайдете внутрь непосредственно самого умного слоя и поменяете все размерные данные здесь, то, естественно, качество вы теряете. Здесь еще одно помнить нужно и понимать нужно. Очень часто бывает ошибка такая. По крайней мере, я слышал от людей и хочу сразу сообщить, что это не так, как они говорили. Кто-то говорит о том, что если картинку превратить в умный слой, то буквально ее можно потом масштабировать на увеличение и потери качества не будет. Начнем с того, что картинка имеет номинал. И если она больше, чем номинал, все равно придется фокушопу ее пересчитывать, производить интерполяцию. А я даже больше скажу, что трансформация на увеличение стандартного способа трансформации производит не совсем ту интерполяцию, которую можно было бы применить без ущерба для картинки. Просто когда мы применяем команду ImageMitchSize, напомню, что новые версии Creative Cloud 2018-й вообще имеет новый режим интерполяции как с учетом детализации версия 2.0 уже. Это позволяет вам нормально увеличить картинку, скажем так, сохраняя ее адекватное качество и увеличить ее процентов на 300. То есть 200% это без проблем вообще, на 300% надо все-таки отслеживать. То есть я могу свободно себе позволить такое увеличение. А обыкновенная трансформация, когда я нажимаю Ctrl-T, но вот тут она вообще не предусмотрена. Давайте я переведу эту влогновенную картинку. Когда я нажимаю трансформация, мы должны понимать, что при трансформировании есть понятие интерполяции. И самое главное, вот почему-то, здесь нет интерполяции на увеличение с учетом детализации. То есть той самой интерполяции новой, современной, которая позволяет картинку действительно увеличивать без потери качества. Поэтому если вы столкнулись с какими-нибудь картинками, которые изначально мелкие, я рекомендую увеличить стандартным способом через Image Image Size и потом, если что, лучше уменьшать. 18-я версия имеет версию 2.0, а 15-я и, по-моему, даже еще 14-я. 14-я была, по-моему. А вот, я сейчас скажу. 15-я, 5-я, 14-я была, по-моему, в 14-й появилась вот эта как раз 3-7 details с учетом детализации. 17-я, да, есть, и 18-я приобрела именно уже вторую версию. Какие? Какие? Но в стандартной полиграфической верстке вообще ничего. Мне так кажется, там это надо постараться, чтобы что-то испортить. интерактивность, это и пабы, может, какие-то действительно там у них какие-то недоразумения будут, да, с XML, и, по-моему, и, по-моему, в остальном же в Photoshop проблем нет. В Photoshop больше проблем сейчас, кстати, в последнее время начал натыкаться на эту проблему регулярно, это для тех, кто пользуется планшетом. нестыковка работает с планшетом с Photoshop. Ну, я не знаю, кто-то сталкивался с какими-либо проблемами, или нет, но у них есть такое, то, что как бы планшет, ручка, типа, залипает или переключается в режим работы руки и не работает. Но тут вопрос непонятно кому. Либо это адопс халтурит, не хотят нормально сделать, либо это не хотят сделать сами вакуумов. Потому что там я настроил, там все действует, но как бы там надо создать самостоятельно один маленький халт с одной маленькой строчкой. Вот почему вакуумовцам или адобовцам лень сделать этот маленький халт с маленькой строчкой текстовой халтурит, непонятно. Это вообще планшет. Нет, по крайней мере, я с вакуумовскими планшетами сталкивался. Но учитывая строчку, которую надо прописывать, там это не относится к вакууму вообще. То есть, по сути, это относится к работе, взаимодействуя с планшетом в принципе. Потому что Windows в последнее время же она очень сильно заточена на работу с ручками. И, видимо, что-то у них там нестыковка у всех этих трех производителей. И приходится такие вот научечеринки. учеринки. Так, еще какие-нибудь вопросики? Ну что ж, тогда, если вопросиков нету, на этом мы с вами остановимся. Надеюсь, было погнавательно. Вот, вы будете использовать это в своих, как говорится, работах. Вот, на этом тогда мы останавливаемся. спасибо, что пришли. Спасибо, что подключились. Вот, и до новых встреч. Спасибо.